Привет, друзья! Как ваше настроение? Чувствуете праздник? А запах новогодних угощений? Нет? Тогда скорее садитесь поближе к телевизору! Сейчас мы сделаем для вас что-нибудь вкусненькое! Да, Инна? Конечно! Ведь это же Хрюше! Лучшая кулинарная рубрика для детей и взрослых! Инночка, а что ты любишь делать больше всего в Новый год? Мне нравится дарить подарки, придумывать поздравления, гулять по снежным паркам, кататься на лыжах и, конечно, готовить всякие вкусности! Ой, я тоже обожаю гулять и кататься! Особенно на санкетах или на коньках! Но, правда, иногда так нагуляешься, что потом чувствуешь себя замерзшей сосулькой! Точно! Я в таком случае заворачиваю свой любимый плед, беру книжку, кошку и кружку горячего шоколада и так очень быстро согреваюсь! Горячий шоколад? Ну, его же надо долго готовить! Вовсе нет! Когда наступает зима, я готовлю запас горячего шоколада на палочках и храню его в холодильнике! А когда мне нужно, то просто растворяю шоколад в горячем молоке! Я ведь ничего не понял! Ну, как это горячий шоколад в холодильнике? Да еще на палочках! Наверное, будет лучше, если я тебе все покажу! Давай, бери свой половничек и слушай, какие продукты нам понадобятся! Слушаю! Чтобы приготовить горячий шоколад на палочках, понадобятся жирные сливки, сгущенное молоко, маленькие кусочки шоколада и маленькие зефирки маршмеллоу! А еще сотейник, ложка, миска, кондитерские формочки и кондитерские палочки! Как интересно! И это мы еще только начинаем! Самое интересное будет впереди! Итак, первое, что нам нужно сделать, это вскипятить на плите сгущенное молоко вместе со сливками! А зачем? Чтобы растворить кусочки шоколада! О, какая технология! А потом что? Погоди, Хрюш, ну не торопись! Давай сначала сделаем то, что я сказала! Вскипятим молочную смесь! Хорошо, Иночка! Как скажешь! Но мне просто скорее хочется посмотреть, что получится! Терпение, мой друг! Только терпение! Ой! А вам известно, что в шоколаде содержатся полезные вещества – антиоксиданты, действие которых усиливается при нагревании! Благодаря этому горячий шоколад улучшает кровообращение, нормализует работу нервной системы и даже борется со старением! Итак, молочная смесь закипела, и сейчас мы смешаем ее с кусочками шоколада! Так, высыпаем в миску шоколад и заливаем молочной смесью! Ого! Так, теперь все перемешиваем! Ой-ой-ой! Видно, они растворяются! Это правильно? Да, не переживай! Все идет по плану, точнее по рецепту! Сейчас мы хорошо перемешаем шоколадные кусочки с молочной смесью, и затем с тобой будем заполнять формочки, и вставлять кондитерские палочки, и также украшать маленькими зефирками! Ой! Инна, я все равно ничего не понимаю! Это же какие-то конфеты на палочках, а не горячий шоколад! Как его пить-то? Ой! Хрюш, ну ты опять торопишься! А сейчас мы с тобой делаем заготовки для горячего шоколада! Вот, смотри! Каждую ячейку сейчас мы с тобой аккуратно будем наливать в шоколадную смесь! Потом, как я уже сказала, поставим палочку и добавим зефирок! Также поступим со всеми остальными формочками, вот, а затем нам с тобой надо будет еще остудить наши заготовки, и только потом мы сможем приготовить горячий шоколад! Сливки и сгущенное молоко вскипятите в сотейнике, залейте этой горячей смесью шоколад, перемешайте и разлейте по формочкам! В каждую из них вставьте палочку, посыпьте зефиром и охладите! Ну вот, наши заготовки застыли, и мы приступаем к самому главному этапу, к приготовлению горячего шоколада! Для этого берем одну нашу заготовку и опускаем в стакан с горячим молоком, и начинаем потихонечку мешать! А, растворять! Классно! И даже зефирки искать не надо! Конечно, мы же их сразу сюда добавили! Вот, Хрюш, посмотри, шоколад постепенно растворяется, и молоко уже начинает приобретать аппетитный шоколадный цвет! Да-да-да! А это только классический рецепт горячего шоколада! А ведь можно придумывать и свои вкусы, и добавлять, например, орешки, мед, корицу, любые сухофрукты или сушеные ягоды! Да-да, чтобы сделать этот напиток не только вкусным, но и полезным! И быстрее согреться после зимней прогулки! Хм, Инна, а давай мы с тобой сейчас тоже пойдем гулять, а? Что, неплохая мысль? Пойдем! Только сначала попрощаемся с ребятами! Ой, точно! До свидания, друзья! И с наступающим Новым Годом! Праздничного вам настроения, волшебства, исполнения самых заветных желаний! И, конечно, всего самого вкусного! Хе-хе-хе!